Я еврей, которого веровал в Иисуса. Я родился в Одессе, в светско-еврейской семье. Мои родители не исповедовали иудаизм. Они просто жили в Советском Союзе. И обычно моя бабушка праздновала только два еврейских праздника. Это Песах, Пасха и Йом-Кипур. Эти два праздника были очень радостны в нашей семье, потому что вся наша семья собиралась вокруг праздничного стола. Все приходили, радовались. Но когда я спрашивал у своей бабушки, что это значит, что это за праздники, она мне отвечала, что так делала ее дедушка, так делала ее бабушка, так делала ее семья. Смысл этих праздников мне объяснить не могли. Но знаете, есть такое выражение, совесть это как хомяк. Или она спит, или она грызет. Так и было со мной. В 1991 году, когда евреи из-за Иисуса приехали в Одессу, один из миссионеров евреев из-за Иисуса позвонил мне. Мне было интересно узнать, что такие евреи из-за Иисуса. И к тому времени я уже прочел Библию. И у меня было много вопросов, которые я хотел бы задать. И тем, кому я задавал, они не могли мне ответить. И я думал, что Библия это вообще вымышленная книга. Но мне нравилась мудрость Библии. Мне нравилось то, что в ней было сказано. И я любил перед своими друзьями похвастаться, что я знаю Библию. И я натолкнулся на две фразы, которые были сказаны в Новом Завете. Первая фраза, которую Иисус спрашивал своих учеников. Какой выкуп даст человек за жизнь свою? Вторая фраза, я прочел ее в послании к римлянам, что все согрешили и лишены славы Божьей. Я задумался, я не пью, я не курю, я не веду плохих компаний. Но что-то в моей жизни не то. Хотя в моей семье в Бога не верили, потому что я очень рано лишился своих родителей. Мои родители погибли в автокатастрофе, и меня воспитывала бабушка. И когда я спрашивал, есть ли Бог у нее, она мне отвечала, «Если был бы Бог, то не было бы войны, твои родители бы не погибли, не было бы голода 1933 года». И все это как бы скопилось в моем сердце. Но вот эта фраза, что какой выкуп даст человек за душу свою, меня очень тронуло. Я начал думать, я заканчиваю институт, что дальше? У меня есть хорошие друзья, что дальше? Что я буду вообще делать, если у меня будут какие-то проблемы? И в этот момент я почувствовал инстинктивно, что моя совесть грызет, что не так все хорошо в моей жизни, что иногда я недоволен своими поступками, я недоволен тем гневом, который в моем сердце, я недоволен тем, что я делаю неправильные вещи. И я возвал Бога, я вопросил Его, я получил ответ, что Он есть, что Он жив. Знаете, после этого, когда я попросил у Него прощения, я получил радость в сердце. Все изменилось в моей жизни. Но интересно, это реагировала моя семья. А когда я сообщил своей бабушке, маме о том, что я уверовал, она сказала, что евреи не могут верить в Иисуса, евреи не могут ходить в церковь. И меня отослали в ссылку в Москву, к моему дяде. И я шесть месяцев провел в Москве, как бы на первоспитании. Но это время было особенно близок ко мне Бог. Он очень говорил со мной, Он исцелял меня, Он благословлял меня. И для меня это время в Москве даже было больше благословением, потому что я приобрел опыт общения с Богом. И когда моя семья хотела уезжать в Израиль, то у меня стоял выбор, что мне делать. Или остаться, служить Богу здесь, в Украине, или уехать с ними. И мне было очень тяжело. Мне было тяжело, потому что я плакал, я привык быть в доме, я привык быть единственным сыном. И с другой стороны, я понимал, что я должен сделать правильное решение. Хотя меня дома пугали, говорят, что ты будешь здесь делать в Украине, кем ты будешь, что все будет плохо в твоей жизни. Но я сделал выбор. Я остался служить в Украине, в миссии евреи за Иисуса. И Бог благословил меня в миссии евреи за Иисуса. Я женился, моя жена еврейка. У нас есть трое замечательных детей. И самое главное, когда мы приехали в Израиль, в гости к моей маме и бабушке, то она покаялась и уверовала в Иисуса. Пусть Господь благословит вас. Аминь.